Сейчас на фондовом рынке США сложилась крайне неоднозначная ситуация. С одной стороны, стремительного падения индексов за неделю не произошло. Однако общая тенденция все же негативная. И, вероятно, она продолжится. Ведь только вчера, 4 октября, многие IT-гиганты потеряли в стоимости акций из-за глобального сбоя. Эти и многие другие факторы пока не создают условий для стремительного роста. Индекс Dow Jones за неделю опустился с 34 800 до 34 000 пунктов. Вероятно, сейчас он немного вырастет на фоне коррекции, но общий прогноз остается негативным вплоть до пятницы, когда будут опубликованы важные данные по рынку труда в Соединенных Штатах. Воргнозируемый диапазон индексов 34 200 – 33 400 пунктов. S&P 500 также утратил часть своих позиций. Как мы видим на графике, он снизился с 4 425 до 4 300 пунктов. Сейчас наблюдается коррекционный рост, который может продлиться недолго. И этому есть несколько причин. Изменились в первую очередь фундаментальные основы. Лучшие кварталы по годовым темпам роста корпоративной прибыли явно позади. Одновременно с этим правительство США сокращает поддержку экономики и затягивает обсуждение новых стимулов, а ФРС США гарантирует начало сворачивания покупок активов в ближайшее время. Все это повышает процентные ставки на долговых рынках и давит на стоимость акций. Поэтому нам стоит ожидать торги по индексу S&P 500 в диапазоне 4350 – 4200 пунктов. NASDAQ за неделю также потерял часть позиций, снизившись с 15 050 до 14 500 пунктов. Причинами снижения, как и во всех других случаях, были негативные новости. Сначала Сенат США с огромным напряжением буквально в последний час до шатдауна сумел продлить финансирование правительства, но только до начала декабря. После этого рынок США попытался начать восстановление. Но буквально вчера случился глобальный сбой соцсетей, самый большой по охвату и самый длинный – несколько часов. И это уронило акции технологий и рынок в целом. Коррекция продолжается. Общее снижение сказывается и на отдельно взятых фондовых биржах. Например, на Нью-Йоркской фондовой бирже и на NASDAQ общее число подешевевших за неделю акций превышает число подорожавших почти в два раза. В целом негативная тенденция наблюдается со стороны секторов технологий, потребительских услуг и здравоохранения. В частности, акции American Airlines подешевели на 1,2%. Одна из крупнейших американских авиакомпаний приняла решение обязать своих сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса. Бумаги Facebook также значительно снизились. Бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хагин в своем интервью программе «60 минут на CBS» призналась в передаче тысяч страниц внутренней документации компании журналисту из Wall Street Journal с возможным компроматом. А вот Tesla смогла увеличить объемы производства, что спровоцировало незначительный рост ее акций. Ну а теперь подведем итог. Американские фондовые индексы снизились по итогам недели, в том числе подешевели акции крупных технологических компаний. Давление на рынок оказали опасения по поводу дальнейшей политики крупнейших центробанков и состояния мировой экономики в целом. В центре внимания также остаются финансовые проблемы китайского застройщика China Evergrande. Ведь трейдеры опасаются, что невозможность компании выплатить долги ударит по китайской экономике. И дальнейшее развитие мировых рынков будет во многом зависеть от того, как разрешится эта ситуация. Ну а на этом мы заканчиваем наш выпуск. Вы смотрели недельный обзор финансовых рынков. В студии была я, Анна Касаткина, до свидания.